Артем Воронин, руководитель Московского областного волонтерского патруля, ежедневно проводит уроки трезвости. Его личный рекорд – 10 занятий за один день. Но говорить о здоровом образе жизни молодой человек не устает. Нам для жизни нужно питание. А яды, интоксиканты, любые, алкоголь, табак и другие интоксиканты, неважно, это конкретно, это яды. То, что алкоголь, никотин, не говоря уже о наркотических веществах, это яды, выступающие на конференции доказывали, опираясь строго на научные факты. Приближаются длинные новогодние праздники. В этот период в стране резко увеличивается употребление алкоголя, растет число психозов и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Если бы мы имели общество, в котором существует сознательная трезвость, и люди не травят себя алкоголем, то эта статистика была бы ноль. А так у нас выходит в год в Москве появляется тысяча сумасшедших людей, которые сошли с ума только потому, что травили себя алкоголем. То, что курить и пить, это как бы модно. Нас регулярно пытаются убедить создатели сериалов и музыкальных клипов, герои которых употребляют алкоголь и успокаивают себя сигаретой. Любой профессионал в сфере рекламы подтвердит, это манипуляция нашим сознанием, противостоять которой сложно, но можно, если вовремя понять. Трезвость – естественное состояние человека. Главная цель конференции, которая прошла в 4-й гимназии – рассказать собравшимся, как этого добиться самому и помочь другим. В зале не только школьники, но и заместители директоров по воспитательной работе. Такие конференции позволяют пообщаться с завучами, показать им новые разработки, привлечь экспертов к этому процессу и выстроить системную работу по такой профилактике по всем школам Одинцовского района. Уроки трезвости в образовательных учреждениях муниципалитета специалисты Одинцовского молодежного центра проводят регулярно. Их целевая аудитория – ученики с 7 по 11 класса. Лекции о здоровом образе жизни им читают 2-3 раза в году. Это лучше.